Итак, друзья, мой завтрак готов. Он составляет порцию из 10 яиц. Там всего лишь 2 желтка, 1 помидор и 1 огурец. И порции из 10 яиц я, скорее всего, разделю на 2 раза, так как она получается очень большая. И это мой первый прием пищи в районе 10-30 утра. Вот так, друзья, выглядит мой завтрак на периодическом голодании. Всем приятного аппетита! Кто-то, друзья, возможно, задастся вопросом, почему же я использую яйца, а не готовый уже белок в бутылках, который продается в спортивном магазине. Ну, во-первых, я привиложник старой школы, и за эти деньги сколько стоит эта бутылка в районе 200 рублей, там она одна, да? Вы представляете, сколько я могу купить яиц? И тем не менее, яйца будут намного свежее, чем этот содержащий продукт, непонятно какой, в этой бутылке. И тем более, как его хранили при транспортировке из той же, например, Москвы или Волгограда, хоть Волгоград и ближе, там, к примеру, до Саратова. Поэтому рекомендую брать свежие яйца, и лучше оттуда убирать желток и употреблять его в пищу. По времени 13.43, и сейчас я буду делать второй прием пищи. Это у меня две котлеты, сделанные без масла, в собственном соку, с помидорами, куриная грудка и омлет. Нет времени покушать. Да я в честь не поверю, друзья. Можно готовить либо с собой раньше, наготавливать на три дня, вот, как я обычно делаю. А так, мы должны кушать через каждые 2-3 часа, маленькими порциями, для того, чтобы раскачать свой метаболизм. Итак, приступаем. Добавлю немного имбиря в свой рацион. Всем приятного аппетита! Итак, друзья, я принял второй прием пищи. Уже за 30 минут, сейчас время 14.29, саратовское время. И за полчаса я успел покушать. И также, так как было там 13.45, вот за 45 минут, грубо говоря, я успел покушать. И уже готовлю следующий прием пищи. По времени он займет час двадцать, так что я укладываюсь и с пылу жару продолжу свою сушку. Вот здесь, друзья, я варю крылья своему любимцу коту. Помню, тоже на белковой диете. А здесь уже я готовлю для себя крылья, кабачок и помидор. Всегда можешь найти время для того, чтобы приготовить себя покушать, потренироваться, почитать книгу. Либо заняться своим каким-то другим любимым делом, хобби, может быть, у кого-то есть. Так что, едим, спим, качаемся, прогрессируем, растем. Так, друзья, тоже продолжаем. Готовясь на три дня. Сейчас я также обрезаю шкуру с грудки. Взял на кости. Она так дешевле. И мне так больше нравится. Плюс тут еще есть горло, которое я сварю, отдам своему коту, который сейчас будет принимать прием пищи. Ох ты мой хороший! Давай, пора-пора, да. Давай, корми. Говорит, корми меня. Вот так вот. Приятного аппетита тебе, братан. Обрезаю сейчас остаток шкуры на грудке. Можно купить, конечно, чуть подороже, но она уже будет без шкурки. Грудка. Но мне нравится сам процесс, поэтому я покупаю и разрезаю все так, как мне надо. А когда я буду ее уже готовить, это будет уже отдельное видео. Курочка будет сочная, приготовлено в духовке. Так, друзья. Курицу я разрезал. Руки мои еще в куриной курице и жиру. Поэтому продукт я сразу заготавливаю заранее, чтобы просто потом достал с морозилки, закинул в сковородку и приготовил. Потушил. И никогда я не поверю, что у вас нет времени для себя самого любимого. Вот так, друзья. За это время между приемами пищи я уже навел порядок на кухне. Помыв после себя испачканную всю посуду, с которой я даже кушал, там что-то готовил. Так что проводим продуктивно время. Прошел уже час-десять. Десять. После того, как я поставил свою курочку, крылья для кота я уже сварил. Осталось еще минут двадцать. И мои крылья готовы. И на гарнир, я думаю, сделать гречечки. Итак, друзья, как вы могли уже заметить, я уже поставил воду для гарнира. А точнее, уже загрузил его варить. Это гречка в пакетиках. Но фирму называть не буду. Реклама ни к чему. Она уже идет в коробках. По восемь-десять пакетов в пачке. В любом Оршане вы это можете приобрести по небольшой цене. Чтобы совсем уж не было пресным, добавим чуть-чуть сливочного масла в нашу гречку. И все это перемешаем на медленном огне. И наш гарнир к нашим крылышкам готов. Сейчас распакую. Покажу, что получилось здесь у нас под фольгой. Очень нужно открывать осторожно, потому что там кипяток, друзья мои. Вау! Как вам? О, помидорчик прилип на фольгу. Но не страшно, мы его снимем. Как вам, друзья мои? Здесь крылышки, кабачок, зелень. Все свежее. Голодным теперь я не останусь. Так как есть еда. Обычно ее тоже так же готовит моя супруга. Очень вкусно. И готовит, так как она знает, что я спортсмен. Готовит тоже на 2-3 дня. Поэтому я всегда могу покушать в любое время, когда захочу. Но так как у меня режим, я кушаю через каждые 3 часа средними порциями, маленькими. Ну, для меня средние порции, в принципе, я наедаюсь. Не так, чтобы нужно есть до того, чтобы обожраться. А так, перекусил, небольшое чувство голода я всегда оставляю. Перекусов у меня еще сегодня не было. Возможно, попью чайку, 1 ложку меда, будет там добавлено. Сахар я сейчас стараюсь исключать из рациона. Ну и так же буду исключать из рациона углеводы уже после обеда. Это точно никаких углеводов с определенного промежутка времени. Вот, поэтому сушка будет проходить лайтово. Итак, друзья, моя очередная порция, чтобы вам не соврать, время 16.51. Поэтому пожелаю вам очередного приятного аппетита. Приступаем. Загружаюсь немного углеводов. Чтобы уж совсем пресса не было, добавил немного майонеза. Шкурку я сейчас удалю, есть ее не буду. Свежая новая качка меда. Очень вкусненько. Заменим сахар. А в дальнейшем я уберу и мед. Также, друзья, изучаю, как работать в фотошопе, чтобы обновить свою группу ВКонтакте. Включаю учебные ролики, в которых объясняют все. Так что нужно работать над собой, выходить из зоны комфорта. По времени сейчас 19.40. Сзади меня пудельник. И настало время принять четвертый прием пищи после тренировки. Это у нас печеные помидоры с куриной котлетой печеной в собственном соку. И два огурца. Впереди у меня еще один остается прием пищи перед сном. Он будет у меня совсем лайтовый. Там съем фрукт. Ну, максимум, если по самочувствию буду хотеть сильно кушать, то сделаю себе омлет из трех-четырех яиц без молока, чисто один белок. Даже не будет желтка. Вот. И все. На этом. Хочу с вами попрощаться. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Либо дизлайки. На ваше усмотрение. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем мир, дорогие друзья. Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ!